Китайская кухня 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 А правда, что когда готовишь блюдо из говядины, очень важно, из какой части коровы оно срезано. Да, первое – это выбор мяса. Второе – это толщина кусочков. Они не должны быть слишком тонкими, иначе они будут расползаться. Далее нам нужно приправить мясо. Добавим имбирно-луковой воды, что избавит от специфического запаха говядины. Затем посолим. Это первичные приправы для говядины? Да, затем разомнем руками. Что приправы лучше впитались? Не слишком активно, иначе кусочки мяса могут порваться. Затем добавим немного крахмала и снова разомнем. Нанесем тоненький слой кляра. Да. Вареная говядина в остром бульоне – это ведь сычуанское? Да, очень классическое блюдо. Да, поэтому, чтобы научиться его готовить, нужно знать основные требования. Кляр мы нанесли, пока отставим в сторонку. Приправили и нанесли кляр. Для этого блюда мы выбрали сельдерей, зеленый чеснок. Хорошо. И спаржевый салат. Точнее, вершки от спаржевого салата. И что с листьями. Они очень нежные и вкусные. Дальше мы нагреем масло в сковородке. Мы будем использовать сухой перец, поэтому его нужно сначала нарезать. И это масло нам сегодня не подойдет. Запомните, для этого блюда нужно использовать рапсовое масло. Поняли, да? Я взяла растительное. Выливаем в сковородку рапсовое масло, потому что оно более вязкое. Для сычуанских холодных блюд, типа холодных бычьих, внутренностей, кролика, жареного в остром масле, там везде для приготовления острого масла. Используется рапсовое масло. Для начала закинем в него желтодревесник. А так мы создаем сычуанский вкус? Да, обжарим его. Или опять жарили недолго? Да, до аромата и все. Он уже появился. Следите, чтобы не подгорело. Так, откладываем. Хорошо. Далее... Теперь выложим острый перец. Наверняка кто-нибудь, увидев, как мы обжариваем эти два ингредиента, сидит и давится слюной. Смотрите, цвет слегка изменился. Самое время убрать его в фиалу. Хорошо. Так, высыпаем фиалу. Как пахнет! Сливаем масло. Перец и желтодревесник мы в нем обжарили. Я люблю перец, вот только в таком виде. Да простят меня все любители этого продукта. Далее кладем его на доску. Он нам еще понадобится. Да, нужно его мелко порубить. Мастер Тюэ, если рапсового масла нет под рукой, покупать его я не собираюсь, потому что буду использовать редко. Можно ли взять растительное? Да. В северных районах Китая рапсовое масло не часто используют в готовке. Поэтому, если дома его нет, ничего страшного. Берите растительное. Но получится не так вкусно. С рапсовым маслом сочетание получается идеальным. Верно. Когда повар готовит сычуанские блюда, по традиционному рецепту, он использует перец даукоу. Какой? Даукоу это обжаренный до аромата желтодревесник и сушеный острый перец. Понятно. Который затем измельчают на разделочной доске. Левой рукой придавливаем нож, а правой вот так крошим. Ясно. Нарезан таким образом перец называется даукоу. А чем такой способ отличается от простого нарезания? Так перец не разлетается. Понятно. Кроме того, подобным образом не портится ни доска, ни нож. Перец получается как бы нарезанным. Так. Перец даукоу готов. Хорошо. Переложим его в миску. Отложим пока, чтобы дальше использовать. Да. Мясо мы нарезали. Перец даукоу приготовили. Далее нам нужно приготовить основу. Для начала займемся сельдереем. Нужно все делать по порядку. Сельдерей достаточно плотный. Жарить его надо долго. Поэтому выкладываем его первым. Жарим его практически на сухую. Имеется в виду, что добавляем совсем чуть-чуть масла, да? Да, на донышке. Это нужно для того, чтобы выпарить из него жидкость, чтобы он лучше пожарился. Когда он будет почти готов, высыпаем чеснок. Обжариваем его до аромата. А зачем вы выключили огонь? Чтобы они не пригорели. Потому что мы жарим зелень. Да. Если передержать будет не то. Да, все испортится. В конце выкладываем спаржевый салат. Да, кстати, потому что мы жарим почти без масла. Да. Температура должна быть невысокой. Смотрите. Они подвяли. Появился аромат. Часть жидкости испарилась. Значит, готова и можно выключать огонь. Овощи приобрели сухой аромат. Точно. Хорошо, основу для блюда мы подготовили. Хорошо, а что дальше? Займемся говядиной? Нет, обжарим пасту из конских бобов. Еще не очередь говядины? Да. Поставлю сюда. Наливаем рапсовое масло. Затем нужно немного порубить пасту из конских бобов, чтобы кусочки стали поменьше. Обжариваем ее вместе с измельченными имбирем и чесноком. При обжаривании соуса это особенно заметно. Обжаривать нужно до появления чесночно-имбирного аромата. Благодаря тому, что вы ее порубили, она стала более жидкой. Да, и появилось больше жидкости, только что ее было много. Да. А теперь становится все меньше. Да. Некоторые, когда жарят эту пасту, по незнанию выкладывают ее в необработанном виде. Выделяется много жидкости, но аромат получается не тот. Ей нужна определенная температура, ведь в китайской кухне главные детали – температура и время приготовления. Вы только заговорили о температуре, я сделала вдох и поняла, что температура подходящая, потому что появился аромат. Да, она должна быть такой. Далее наливаем кипяток. Это будет бульон? Да, да, да. Мастер Тюй, на данный момент мы с приправлением нашего блюда еще не закончили? Нет, еще нет. Это всего лишь основа? Да. Понятно. Включаем огонь, нужны обжаренные ингредиенты, хорошенько отварить. Отварить имбирь, чеснок и пасту из конских бобов, чтобы их ароматы пропитали бульон, а он, в свою очередь, их полностью впитал. То есть водой мы его не разбавляем, а наоборот обогащаем. Да, насыщаем его ароматами. Аромат появился, значит, почти готово, и нам нужно убрать ненужное. Если вы гурман более высокого порядка, без этого не обойтись. Так. Как они говорят, нет предела совершенству. Да, не должно быть ничего лишнего. Поэтому лишнее нужно убрать. Согласна. Смотрите, они убираются очень просто. И остается чистый бульон. Да, получается очень аккуратный бульон для мяса. Хорошо. Далее выкладываем говядину. Обязательно запомните, что выкладывать нужно по кусочку, ни в коем случае не вместе. Ни одним комком. Да, иначе кусочки говядины не получатся нежными на вкус. Выкладываем так же, как когда жарим во фритюре. Да. По одной. Да, все верно, именно так. Запомнили. Расправляем их. Я так понимаю, что очень важно это сделать. Да, абсолютно. И это запомнили. Мясо должно получиться нежным. А если кусочек забросить, а потом в воде палочками поправить, он уже не расправится, да? Да, и к тому же вы испортите наружный слой кляра. Да, важно, чтобы он был. Он сомнется. Этот этап очень важен. Забрасываем мясо в ту часть сковороды, где вода бурлит. Особенно те, что выкладываем в конце. Да, так. Готово. Говядину мы забросили. Ключевой момент в этом блюде, чтобы говядина получилась нежной. Мы его выложили, дальше нужно спокойно его отварить, нет? Главное не передержать. Пусть на 90% сготовится и все. То есть, если говядина в некоторых местах все еще нежно-красного цвета, то это ничего страшного? Да, не нужно доводить до полной готовности. Хорошо, запомнили. Она должна быть нежной. Вытаскиваем? Да, вытаскиваем. Хорошо, кладем сюда? Да, хорошо. Сверху еще будем поливать маслом? Да, верно подмечено. Далее нам нужно добавить чуток соли, потому что паста из соевых бобов сама по себе соленая. Поэтому чуть-чуть соли будет достаточно. Затем добавим рисовое вино, чтобы убрать специфический запах. И добавим немного соевого соуса для цвета и вкуса. Осталось только добавить наш перец дау-коу. Бульон мы приправили. Теперь польем им наше мясо. Получается, что наша вареная говядина в остром бульоне готова. Нет, только наполовину. Только наполовину? Далее еще один важный этап. Придание аромата. Что нужно сделать? Посыпать наше блюдо измельченным перцем и желтодревесником. То есть, по вашим словам, блюдо было готово наполовину? Да. И этот этап играет важную роль? На самом деле, тут все просто, но от этого зависит, появится аромат или нет. От этого этапа? Измельченный чеснок. У вас осталось половина чеснока. Его обязательно нужно добавить. Нагреваем сковороду, после этого берем рапсовое масло, в котором обжарили перец с желтодревесником. Так. И нагреваем его. Остался последний шаг. Рапсовое масло на месте, перец с желтодревесником тоже. Вся квинтэссенция сычайской кухни здесь. Смотрите, мясо у нас было недоготовленное, сейчас мы польем его этим маслом, и оно окончательно приготовится. Пусть мы готовили наше блюдо дома, но никто не упрекнет нас, что оно нетрадиционное. Масло должно быть очень горячим. Да, примерно 210 градусов. Да, очень горячее. Но не слишком, нельзя, чтобы от него дымок шел, иначе оно своей питательности лишится. Сильно не нагреваем. Мы пока тут с вами разговариваем, масло перегреется. Тогда я замолкаю, буду смотреть. Так, готово. Смотрите, дымок пошел, значит почти готово. Выключаем огонь, это обязательно нужно сделать. Тут должны быть аплодисменты, громкие аплодисменты. Хорошо, а на дне у нас овощи, в середине нежное мясо с бульоном. Блюдо получилось отменное. А как здорово пахнет. Говядина в остром бульоне. Нарежьте говяжью вырезку на ломтики. Замаринуйте в луково-имбирной воде соли и разведенном в воде крахмале. В сковороде обжарьте сельдерей, зеленый чеснок и спаржевый салат до полуготовности. И выложите в пиалу. В другой сковороде, в рапсовом масле, обжарьте сушеный перец и желтодревесник. Масло слейте. А перец желтодревесником измельчите. Нагрейте в сковороде рапсовое масло, выложите пасту из соевых бобов, добавьте измельченный имбирь и чеснок, обжарив до аромата. Налейте кипятка, после закипания очистите бульон. Выложите мясо по кусочку. Отварив почти до готовности, выловите его. В бульон добавьте соль, рисовое вино и соевый соус. Затем полейте им мясо, добавьте чеснок и перец доукоу. И полейте все горячим рапсовым маслом. Но это еще не все. Далее вас ждет рубрика «Лакомые советы». Для очень простой в приготовлении холодной закуски, быстро обжаренных маринованных листьев, вам понадобится листья сельдерея, соль, измельченный чеснок, уксус, сушеный острый перец и кунжутное масло. Промойте листья сельдерея, добавьте соль, сахар, уксус, чеснок и перемешайте. Нагрейте сковороду, добавьте растительное и кунжутное масло, нагрейте до дыма и полейте сушеный острый перец. Вылейте острое масло на листья и перемешайте. Посыпьте сверху белым кунжутом.